Друзья, всем привет! На связи как всегда Cloud Geo. Сегодня у нас очень интересное видео. Сегодня мы поговорим о Airplanet, там запускаются роботы. Сегодня поговорим о CryptoBlades, в которой курс токена скачет просто невероятно и повышается с каждым днем. Поговорим про Alien Worlds, о них новость тоже вышла. Ну и конечно же поговорим про Splinterlands, в котором выходит новый токен, который будет запущен уже 26 июля. Разберемся, что это такое и как мы можем на этом заработать. Ну а перед тем, как мы приступим по традиции, рекомендую подписаться вам на мой телеграм-канал. Тут я кидаю отчеты о своих заработках в NFT проектах, даю какие-то рекомендации, анонсы, видео, очень много полезной информации. Также здесь вы можете синхронизировать свой Google календарь со всеми дропами на всю неделю и он автоматически будет вас предупреждать о этих дропах. В общем информации для тех, кто занимается NFT и блокчейном очень много. Ссылка на данный телеграм-канал будет в описании к этому ролику. Подпишитесь, не пропустите. Давайте приступим. Мы начнем, конечно же, с AirPlanet. Тут у нас запускается обновление с роботами. Роботов могут создавать люди, у которых есть земли в AirPlanet. Для этого вам нужно будет 3 минерала. И сами роботы в качестве топлива будут использовать 4 минералы. Я не буду читать их названия здесь, потому что они и так непонятные. Есть расы этих роботов. В общем, что-то интересное мутят разработчики AirPlanet. Это будет, мне кажется, что-то похожее на стратегию какую-то. Потому что здесь есть и пехота, и кавалерия. То есть разные виды этих роботов. Но самое интересное, как по мне, это то, что данные роботы не будут являться NFT. И даже не будут являться NFT. Кто не знает, что такое NFT, это непередаваемый токен. То есть NFT это тот токен, который можно передать. А NFT это тот токен, который нельзя передать. И ни тем, ни другим роботы являться не будут. То есть это будет выглядеть именно как игра, не блокчейн. То есть просто у вас будут на одном учетной записи какие-то роботы, которые вы создали. Как пишут разработчики, это сделано для того, чтобы не было возможности создавать несколько учетных записей. И тем самым какое-то преимущество получать в захвате земель. В общем, будем ждать, будем смотреть, будем наблюдать. Мне кажется, должно получиться что-то интересное. Наконец-то в AirPlanet появится хоть какой-то геймплей, хоть что-то интересное, помимо стейкинга. И возможно это привлечет новое внимание. Возможно будет какой-то рост токена этого проекта. В общем, время все покажет, будем следить, будем наблюдать. Пишите и вы, что вы думаете по поводу этого обновления. Следующий проект у нас на очереди, это конечно же CryptoBlades. Про него нельзя не сказать, так как токен данного проекта вырос до 86 долларов 60 центов. В прошлый раз, когда я записывал, токен стоил 35 долларов. И многие говорили, что он и до 50 не дотянет. Но сейчас просто колоссальный рост он показывает. Я уверен, что мы в ближайшие дни дойдем до 100 долларов. И это очень здорово и очень круто. Также в CryptoBlades обновляют интерфейс самого сайта, самой битвы. Да, мы видим, что здесь иконки другие. То есть разработчики продолжают стараться над этим проектом. Также от моего зрителя мне поступила информация, что CryptoBlades Kingdoms, кто не знает, это будущее обновление проекта CryptoBlades, в котором будет PvP, в котором будут земли. И в связи с этим обновлением проект разыгрывает 100 земель. 100 земель. И в этом розыгрыше может участвовать абсолютно каждый. Для этого не нужно иметь абсолютно ничего. Только свой Metamask. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно подать заявку, вписать свое имя, свой Metamask. Ну, в общем, заполнить информацию, которая там есть. Если вы смотрите этот ролик, значит ссылочка на этот розыгрыш уже находится у меня в телеграм-канале. И вы можете перейти по ссылке в описании и тоже подать заявку на участие в этом розыгрыше. Вам ничего не нужно платить. То есть это все абсолютно бесплатно. Почему бы не попробовать свои силы и, возможно, вам улыбнется удача. Следующая новость у нас касается проекта Alien World. Допродар снова пишет про этот проект. Я не знаю, сколько им заплатили, что Допродар каждую неделю пишет про Alien World. И, честно, уже нет никакой информации по этому проекту. Но он все равно высасывает из пальца хоть что-то и все равно о ней пишет. В этот раз он написал, что транзакции увеличились на какое-то энное количество. И что за 30 дней количество аккаунтов увеличилось на миллион. Но мы-то с вами понимаем, что этот миллион это не новые люди. А это, скорее всего, люди, у которых есть боты. И они просто пытаются развивать свои фермы. Фермы ботов, фермы скриптов и так далее. И, наконец-то, наконец-то, Допродар это тоже понял. И он пишет. Важно отметить, что уникальные кошельки не равны уникальным пользователям. Очень легко создать несколько кошельков на блокчейне Vax. А затем использовать бесплатный стартовый инструмент NFT, чтобы начать майнинг Varian Worlds. То есть уже даже Допродар говорит, ребята, здесь можно делать фермы ботов, залетай кто хочет. В общем, я не знаю, сколько еще Допродар будет писать про Alien Worlds и сколько они им вкинули денег. Но это уже, если честно, смешно. Не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Ну и, конечно же, самая главная новость этого видео, это то, что в Splinterland появляется новый токен под названием SPC. Это невероятно крутая новость. И сейчас, в ближайшее время, увеличится количество пользователей в игре Splinterlands. Если вы еще не вошли в этот проект, то я рекомендую вам войти. У меня есть несколько видео на канале о том, как это я сделал. Я рассказал, как это лучше всего сделать. Можете просто перейти, посмотреть. Я думаю, вам будет полезно. И тем ребятам, которые уже находятся в этом проекте, я думаю, они будут очень рады. Так как новый токен, это очень здорово. И та информация, которая здесь есть, меня очень сильно порадовала. Давайте сейчас разберемся, что и как. Первое, что важно сказать, это то, что данный токен будет даваться нам за победу в рейтинговых битвах. Это важно понимать, потому что сейчас тенденция в Splinterlands такая, что мы играем для того, чтобы сделать квест. После того, как мы сделали квест, все выходят из игры и ждут, пока квест обновится. И данный токен изменит это, скорее всего, по моему мнению. И люди будут играть все время в рейтинговых боях, как в Hearthstone. То есть, чем больше рейтинг, тем больше очков SPC вы будете получать. И тем больше вы сможете зарабатывать. Помимо этого, данный токен будет участвовать на сторонних сайтах. Допустим, на PancakeSwap, где будет создан свой пол ликвидности, в котором тоже вы можете поучаствовать. Это очень важно, так как не только игра будет поддерживать этот токен, но и сторонние ресурсы. Сторонние люди тоже смогут в этом поучаствовать и помочь нам поднять курс этого токена. Как я уже сказал, 26 июля 2021 года будет запущен листинг этого токена. И перед тем, как будет он запущен, разработчики обещают обновить сайт, где добавят вкладку в наш HUD. Где у нас появится уже управление этим токеном SPC. Также тут пишут, что у нас будет 7 пулов вознаграждений данного токена. Давайте посмотрим, что это за пулы. Первое, это ранговые бои. Мы видим, что на него будет выделяться 7,5 миллионов данного токена. Дальше, награды за стейкинг. То есть, мы можем уже понимать о том, что будет еще и стейкинг данного токена. И это достаточно важно. Я объясню почему. Потому что, когда мы стейкаем какой-то токен, он остается в проекте. То есть, это своего рода холдинг. И тем самым токен не продается, его курс повышается. Поэтому, то, что данные разработчики поддерживают стейкинг и поддерживают холдинг, это очень хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что данный токен будет стоить действительно каких-то денег. Дальше, это поощрение LP. Расширение земель мы уже получаем здесь намного меньше. И еще меньше награды Оракулы. И призы турнира, и гильдейские потасовки. Очень мало, 2,5 миллиона всего. Но, тем не менее, все выглядит пока очень сочно и очень хорошо. Какие у меня мысли по этому поводу. Если вы уже зашли в проект Splinterlands, то сейчас я бы потратил немного времени на то, чтобы поднять свой рейтинг. Сделать все, чтобы попасть в высшую лигу, чтобы у вас рейтинг повышался, чтобы когда этот токен вышел в свет, у вас уже была какая-то хорошая лига. И вы смогли в достаточном количестве добывать этот токен. Если вы еще не зашли в проект Splinterlands, то я рекомендую вам посмотреть мои видео о том, как я это сделал. Зайти и точно так же начать повышать свою лигу, чтобы когда этот токен появился, вы уже могли зарабатывать его больше, чем те люди, которые только заходят в проект. Я считаю, что данная новость и данный токен может поднять проект Splinterlands на новый уровень и выдвинет его в топы проектов, как сейчас находится CryptoBlades или как сейчас находится Axe Infinity. И это будет очень здорово. Я буду этому очень рад. Я думаю, как и вы. Пишите свое мнение, что вы думаете о данных новостях. Мне будет очень интересно почитать, подискутировать с вами. Возможно, ваше мнение отличается от моего. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой ютуб-канал. Здесь будет еще очень много интересных видео. Ставьте лайки. С вами был Коуд Гео. Всем удачи, всем профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok